Ну, то есть, когда человек вот так настроен, он сразу просто настроение это побеждает, преодолевает. Он не войдет в стресс, он сможет со всем справиться, преодолеть все трудности. Это очень круто вообще, крутое состояние. У каждого человека будут трудности, у кого-то кто-то умрет, погибнет. Есть лишения в жизни. Люди ломаются жестко. Когда стресс ломает человека, у человека возникают на пятом психическом слое блоки. Пятый психический слой отвечает за глубокое удовлетворение. Вот эти все эмоции, страх, он на пятом психическом слое находится. Отчаяние на пятом психическом слое. И депрессия тоже, разочарование в жизни тоже пятый психический слой. Если человек дает волю отчаянию, то он, блок на пятом психическом слое возникает. Женщина становится истеричкой, пукливая такая, не может ни с кем жить. От этого блока мужчина спивается. Динамический блок на пятом слое. Страху волю даешь, ты чувствуешь, там с глаз порчи, все. Боишься всего, но с глаз порчи, все. Мужчина курит, женщина кофе долбает. блока и плюс компьютерные игры тоже это блок на пятом слое динамически курение компьютерные да да ну да а чего вы хотели люди неправильно живут это еще хуже есть же ситуацию понимать а длительное движение четыре часа ходьбы раз четыре дня ой раз в неделю 21 километр четыре часа идешь и 5 слоев пробиваешь через семь-восемь месяцев до свидания этот блок вообще более железная становится женщина становится очень красивой и расшительной стройной один раз посмотрела и он падает сразу 7 месяцев блок пробила и так раз летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз пеленей января я вспоминаю тебя вспоминаю не слышали фестивек та память шальная зашла как заря так когда посмотрела энергию правной передала ему и он так и все и когда негативный тонус блок возникает от разочарования в жизни то наркотики негативный тонус наркотики динамическое напряжение курение кофе азартные игры и статическое напряжение водка какие дела первый признаки этого блока человек не может вовремя заснуть статическое напряжение энергии воды не хватает человек не может заснуть поздно спать ложится обжирает сладостями на ночь тоже первый признак а до воде лежишь просто на пять слоев и статические упражнения делаешь все и все восстанавливать ну вечером она расслабляет это не для чистки просто в тепленькой водичке перед сном хорошо полежать расслабиться а вот для чистки на восходящем солнце всегда солнце восходит вы жить первой половине дня но можно и нет нет вот на первой половине но лучше первой половине эффективность выше в ванной можно да а плавать еще лучше плаваешь вода же все равно действует на тебя можешь лежать можешь плавать можешь кверх ногами там висеть если тебя есть это трубочка лучше всего все пять слоев чистить всегда на третий слой это 14 умножить на 3 получается 40 сколько там 42 минуты соль это уже динамика пойдет чистить не надо соль можно ходить можно на этом если суставы больные вообще и слепой человек вообще можно эллипсоиде вот так две руки держатся две ноги держатся никуда не денешься на эллипсоиде идешь сейчас такое время можно все заменить вот у ребенка допустим статическое напряжение ему не можешь убрать допустим аутизм маленький ребенок вода для всех одинаково 28 градусов 70 минут дальше статическое напряжение снимается перевернутой положением тела инверсионный стол купили это такое кушетка такая она крутится вот так ноги закрепили ребенку раз повесили вниз головой три с половиной минуты один слой постепенно можно увеличивать нагрузку и прийти к 17 с половиной минутам это пять слоев то есть ребенок статику не делает он просто висит вверх ногами дети любят висеть и у него статическое напряжение уходит все статику убрали это аутизм дцп там эпилепсия там все лечится шизофрения все лечится аскизами это просто на пятом слое блоки потом дальше длительное движение четыре часа с ребенком просто идешь он то сядет то побежит но ты не останавливаешься потихоньку идешь четыре часа в его темпе чтобы ходьба была все пять слоев динамика чистится если ребенок даже ходить не может то сейчас такие спа есть там солевые комнаты солевой комнате когда человек находится то ребенок сидит солевой комнате 10 минут один слой чистится 50 минут прошло пять слоев пассивно динамика чистится уже соль солевая соли выдаст там брикеты соли лежат и чуть-чуть температура невысокая там градусов 45 а там на втором слое статика плюс динамика вот так блокирует всасывание это надо опять вода статические упражнения на два слоя ходить это час 40 всего и через пять-шесть месяцев блок пробивается и начинается всасываться усваиваться ладно мои хорошие я как бы тему по здоровому образу жизни вы моих лекциях других слушайте там все это есть есть методичка скачивайте читайте оздоравливайтесь можете вдохновиться вот у меня москвичи написали песенку они вот постоянно проруби купаются там такие энтузиасты вообще со мной бегают везде по 60 человек бегает со мной там по тридцать человек проби купается я надо но да да я согласен там короче это мы пробежали там где-то было минус 3 наверно такая погода мягкая очень мы пробежали и сразу проруби подбежали я пока одежду дождался там одна девушка вероника у нас такая энтузиаста она посидела на пять слоев проруби потом я залез сижу с голубь поворачь внутри вероника сидит ты же уже сидела на говорит а я с вами еще решила на пять слоев посетить второй раз короче залезла провода и они попадают стрессы и хорошо вылазят все там девушки уже вышли замуж все которые сказали хороших парней си нашли там видно как они вот все делают и у них все получается вот но если человек все-таки в стресс влетел после принятия реальности одиннадцатая стадия у него начинают с перемен он начинает все выполнять делать как правильно потом двенадцатая стадия новые возможности появляются в жизни и дальше тринадцатая стадия человек начинает восстанавливаться психические четырнадцатая стадия он полностью восстановился и у него рост начинается новая жизнь заново как будто рождается перерождается птица феникс и в конечном счете он стресс воспринимает как пользу для себя но есть люди которые не выходят из стресс живут депрессии годами потом ловят хронические заболевания депрессия долго не может длиться она заканчивается формированием блоков не хочешь восстанавливаться умри запускается программа сдохни или умри если будешь лечиться умрешь а если не будешь сдохнешь вот то есть почему потому что человек депрессии а литические врачи вот приходят к пациенту говорит вы говорит на улицу выходите вообще он будет нет а вообще ходить можете могу а чего не выходит не знаю не хочу что то не хочу узнать депрессия значит сдохни или умри лечить я тебя не буду как бы ты не хочешь жить движение это жизнь не хочешь жить сдохни или умри чё лечиться доктор говорит мы чё куда едем вообще почему я перед ногами вы меня везете потому что в морг едем почему в морг я же еще живу доктор сказал в морг значит в морг но я же еще живой но мы же еще не приехали не хочешь жить в морг значит жизнь означает движение аскеза это жизнь потом когда энергия пошла у тебя ты чувствуешь тебя силы есть начинай людям помогать добрые дела дают возможность человеку почувствовать краски жизни надо оторваться от себя люди почему не помогают другим они сильно прикованы к себе пока к себе прикован жизнь не будет у тебя двигаться внутри надо людям помогать и тогда у тебя жизнь пойдет надо любить людей означает что то делать для них ну иногда очень сильно я так стараюсь все время делать что-то но иногда вот другой опыт других людей так сильно меня иногда пробивает прямо вау я разок приехал в Ташкент там мой друг есть один моего возраста он говорит вот ты говоришь все время говоришь кормите людей ты как сам так корнишь я говорю ну я мандарина кидаю он говорит хочешь покормить нищих я говорю у нас время мало он говорит да ладно время найдешь давай поехали говорит я говорю ну ладно давай а у них как раз совпало они там у них за Ташкентом у них за городом собирают всех бездомных людей всех там нищих собирают в одно место и благотворительная организация приезжают и кормят каждый день в очередь выстраиваются и всех кормят обеды угощают вот так их день наступил мы приехали там на столиках начали раскладывать все там они готовят очень хорошо там плов хороший приготовили вот все без мяса вегетарианской но очень все вкусное все с маслом все очень полицитное вкусно и полезно пища и всем рады вот они как бы эти ну люди вот такие они все такие угрюмые вот эти вот выходят со своими там какими-то там все грязные такие и мы их кормим такие счастьем желаем и у них в глазах какая-то надежда появляется одна женщина вообще подошла такая не в себе такая подошла бабушка такая не в себе такая куда-то смотрит дали тарелку дала и одна девушка говорит я ее знаю это же известная балерина я ее я ее смотрела раньше когда она молодая была а давай это найдем ее в интернет другая говорит давай узнаем что с ней вообще происходит почему может быть и правда это она мама и они раз ну узнали где она живет позвонили ее детям они говорят а у нас мама говорит что то с ней случилось она ушла из дома ее нету никто не может найти она себя забыла забыла про себя человек забыл про себя и все нашли маму представляете классно там позвонили а мама все едем за мамой вот потом такое вообще там счастье такое мы кормим этих людей такое сердце счастья у меня чувствует блин как классно и потом эти милиции ну вот эти которые охранники подходят говорят нас таким пловом никто не кормит как вы их кормите может вы нам тоже оставите мы говорят а мы вам конечно мы для вас рассчитывали все нормально накормили сначала этих нищих потом начали милицию вот эту всех охрану кормить они такие все благодарные счастливые представляете вот такой опыт я получил и в сердце такое счастье прям такой вауу такая благодать Божия такая радость меня зарядил вот этой вот энергией любви к людям классно? да вот поэтому когда человек чувствует он один совсем один такой все плохо блин надо желать всем счастья начать сначала просто я желаю всем счастья бесплатно абсолютно сидишь и вот этому блин тоже да всем счастья надо желать всем всем я желаю всем счастья скотину чтобы ты знал счастье желаю всем счастья да счастья вот и так преодолеваешь вот эту вот обиду свою я желаю всем счастья я желаю всем счастья потом птичек одна бабушка красноярский я вышел из дома смотрю кормушка стоит для воробушек и такая бутылка просто и в ней скрыто отрезан кусочек и туда птичка на край садится и прямо вот низко обрезана чтоб она доставала клевала она туда не залазит а просто на краешек садится и клюет там вот чуть-чуть семечек и она поклевала и следующая птичка прилетела воробушки постоянно залетают я думаю ну там семечек мало это максимум 20 минут и все и кончаются воробьи постоянно голодные птицы я думаю ну значит каждые 20 минут кто-то должен подсыпать думаю кто-то и в окна смотрит смотрю раз бабулечка сидит такая смотрит на птичка я сразу раз на ее судьбу детей нет родственников нет одна осталась и вот если не эти воробушки ей незачем жить вообще и она вот кормит целым дня и воробушку и счастлива сидит смотрит как воробушки кушают классно? поэтому никогда не надо сдаваться в жизни даже если тебя съели у тебя все равно есть как минимум два выхода понятно? а какие у тебя съели какие два выхода пища идет вниз пища вниз идет и там два выхода и здесь конечно есть техника определенная победа над судьбой которую надо знать сначала ну допустим ушел муж ты не в стрессе нормально ну там трое детей допустим надо возвращать отца в семью первая стадия не стадия а первое что надо сделать это принять судьбу как определить что ты принял судьбу ты нормально спокойно живешь у тебя еще в сердце ну тяжело вот чувствуешь ты тяжело в сердце общаться не можешь с ним он возвращаться не хочет а ты согласна со всем говоришь да я согласна все вот бог так сделал значит так надо все с этого момента до этого момента судьба воспринимается как страдание невыносимые страдания человек от судьбы просто стонет вот это это все равно что резать человека на живую или с обезболиванием когда человека режут всегда неприятно правда хоть так хоть так но на живую невыносимо просто а с обезболиванием можно выдержать так ведь? но люди не согласны на операцию говорят я не хочу называется непринятие судьбы а когда бог делает операцию надо принять иначе он сделает на живую операция все равно будет понимаете антомическое вскрытие показало что пациент умер от антомического вскрытия операция все равно будет ничего не сделает ничего не сделает поэтому надо принять вот первая стадия победы над судьбой это принятие она согласна да муж ушел все что-то я не так в прошлом сделала осталась одна все с этого момента можно побеждать судьбу и судьба воспринимается как объем работы знаете в чем разница между объемом работы и болью от судьбы вот свадьба закончилась все разбежались гора просто посуды на кухне кавардак и хозяйка приходит аааа как они могли они меня одну оставили с этим за всем никто не помогает я никому не нужна это значит что она не принимает судьбу а принятие судьбы что это значит она успокаивает она думает ну все все нормально и она мыть не хочет как бы она дверь открыла закрыла и не хочет на кухню заходить вообще знакомы это история жизни да или нет что вы всегда как бы принимаете судьбу ааа но чтобы пригласить надо же успокоиться а ты как бы как бы аааа вот а ты потом заходишь на кухню и такая думаешь у меня одна тарелка нужна покушать без еды же же тоже не возможно зашла тарелочку помыла одну думаешь может еще одну раз еще одну помыла потом еще одну потом потом смотришь почти все помыла пошла Своими делами позанималась, отдохнула Пришла, все домыла и все За два дня все помыла Я разок вообще прикололся У меня, короче, в огороде На заднем дворе росли Акация колючая Знаете, на юге бывают такие колючки Вот как кинжалы, вот такие вот Голки острые, тонкие Прямо, может, насквозь руку Спокойно, если вот так вот махнуть Проткнуть, очень острые, тонкие И длинные Акации такие И у меня, я, ну, своим ребятам Помощникам говорю, вы можете мне обрезать Там кусты, вот акации эти Невозможно, они разрослись Они мне обрезали И сложили прямо в огороде под грушей Вот такую гору Там ничего с ней не сделаешь Сжечь нельзя Груша сгорит Вывести нельзя Там трактор у нас не заезжает На огород Вынести нельзя Потому что они все сплетены Я сел, короче, молиться И думаю, давай проверим, как судьбу побеждать Сначала принятие судьбы Я, как бы, принял, что мои помощники тупые Это нормально Все, как бы, принял это Да, ну, ничего страшного Судьба Вторая стадия Спокойствия в сердце Это принятие Потом первая стадия Спокойствия в сердце Молюсь, молюсь Думаю, ну, что я с котой кучей проживу Что подумаешь Куча там Потому что тебя не убили Не ограбили Куча колодчик Под грушей Ну, и что Ничего страшного Буду вспоминать своих ребят Да, буду Любить всех Прощать Столько пользы Вообще От этого Спокойствие в сердце появилось Первая стадия победы Спокойствия Вторая стадия Очищения связи С кучей Я начал привыкать Принимать Думал, да нормально Вообще такая куча Классная вообще Очистил свою память Потом И это все где-то 20 минут длилось Тяжелая же судьба Просто я по приколу сидел Молился И на третьей стадии У меня такой раз Чувство облегчения Я не знаю Вот физически Не понимаю Как я могу Что с ней сделать А просто Чувство облегчения И появилось Такое желание Хочу Погреться у костра Богороди Никогда не разжигал Вот огня не хватает У меня там есть Мусор же там Лежит Я думаю Сильно хочу Огонь разжечь Пошел Короче Мусор Собрал По всему огороду Разжел Огонь Такой сижу Так классно Вообще Быстро Крова Все сгорела Короче А больше ничего нет Огонь Гаснет Я думаю Дай-ка я вытащу Хотя бы одну Там веточку С этой кучей Без перчаток Без всего Так аккуратненько Взял Вытащил Одну Нашел Удум Нифига себе Они вытаскиваются Даже Как-то умудрился Вытащить Ее Кусачками разделил Раз Посидел С чего Огня Потом опять Он начал Закончить По огороду Ничего нет уже Представляете За 20 минут Кучи нет Я ее всю Вот раздербанил По веточке И все И просто так Между делом Это произошло Я даже не заметил Как это произошло Просто я промолил Судьбу И все Вот этот вот Намокл отмеч Надо мной Он ушел И это Я вам почему Такой простой Смешной пример Привожу Поверьте мне Дорогие друзья Вот все ваши Проблемы в жизни Это то же самое Вот кажется Судьба сначала Пугает человека Кажется Что это вообще Ничего с этим Не сделаешь Это все Блин Вообще Это все Тюрьму посадят Все Начинайте С принятия Приняли Успокоились Объем работы Теперь пошел Первая стадия Молитвы Спокойствие в сердце За сына Вторая стадия Знания Прочищение связей То есть вы знаете Кому пойти Что сделать Чтобы все наладилось А третья стадия Его отпускают То есть тюрьму И эта судьба У вас реально Это понты Просто То есть Ну как бы Как вы правильно сказали Вот в этой жизни Как бы он Ну Не должен так долго сидеть Понимаете Значит Это можно победить Если Справедливость сильнее Бог же сильнее всего И вы просто Молитесь Проходит три стадии И все И вы видите Как это работает Находите нужных людей И все лишается Понятно А зачем это все надо А это нужно Для вашего развития Бог создал ситуацию Молитвы Есть молитвы Для процесса познания Которые улучшают Это псалмы У мусульмана Зантам Намаз Это молитвы познания Называются А есть молитвы Побеждающие судьбы Молитвы Побеждающие судьбы Это молитва Которая Человека Отвлекает от него И переключает На Бога Ну все молитвы Обычно Дай то Дай сё Там Ты на себя Все равно Настроен Понимаете А есть молитвы Когда ты про себя Должен забыть Молитвы Побеждающие судьбы Очень короткие Они состоят Из одного Двух слов Аллилуйя Аллилуйя Означает Спасибо тебе Мой Господь Я очень Благодарен тебе Когда человек Находится Под влиянием Судьбы Он всегда Ропщик Вот человек Сидит Блин Чакал Паршин Ворует Ворует Там Недоволен Всегда Свой судьбой Там Чё плохо Ему Там Всё Солнце Титуна Всех Гад Не наберу Как они Могли Вообще Так Поступить Со мной Страна Плохая Люди Плохие Всё Город Плохой Век Иначе Вы не знаете У нас Самаре Здесь Не так Как Вы Думаете Всё Хуже Понимаете Это Означает Что Судьба Действует Она Действует Через Мысли Человек Человек Думает Эта Судьба Действует Чем Сильнее Давит Судьба Тем Тяжелее Мысли Как Определить Что Тяжелая Судьба Вот Вы Знаете Как Определить Что Тяжелая Судьба Если Вы После Работы Думаете О своей Жизни Вот Работать Нормально Как-то После Работы Сели Там Я Своей Жизни Думаю Это Первая Степень Тяжести Судьбы Если Даже Во время Работы Вы Думаете О своей Жизни Вот Работаете Все Время О своей Жизни Значит Вторая Степень Тяжести Тяжелее Судьба А Если Вы Даже Спать Не Можете И Думаете О своей Жизни Значит Третья Степень Тяжести Совсем Плохо Дела Идут Понятно И Даже Третья Степень Тяжести Если Вы Будете Включать Молитву Молитва Это Те Люди Настроены На Бога Включаете Молитву Которая Вам Нравится Сильно И Повторяете Аллилуйя 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 Что значит Да Спасибо Блин За все Вообще Все Нормально У меня Солнце Светит Я Живой Воздух Есть Я Дышу Пью Ем Жизнь Продолжается Война Вот До Самары Ракеты Не долетают Блин Я даже Не знаю Что это Такое Еще Никогда Не Видела Че Че Как бы Че Страдать Благодарить Надо Бога Благодарить За то Что Есть И Не Согласна Не Согласна Я Ну Мучайтесь Тогда Если Не Согласны Если Геморрой Еще Малень Немножко Совсем Выраст Ну Подождите Вырастет Больше Мучите А Если Человек Уже Понимает Что Геморрой Уже Большой Уже Дальше Нельзя Выращивать Уже Все Назад Не Залезет Уже Скоро Тогда В этом Случай Человек Читает Благодарность Богу Что Такое Благодарность Он Заставляет Себ Благодарить Заставляет Себ Благодарить Он Говорит Спасибо Богу За все Что Есть Спасибо И Вот Это Постоянная Борьба С собой Человек Постоянно Аллилуйя Спасибо Боже Аллилуйя 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 Слава Тебе Боже Слава Аллилуйя Аллилуйя Это То же самое Аллилуйя Только На Арабском Языке Аллилуйя Спасибо Мой Господь Харе Кришна Это На Санскрите Благодарность Богу Это Еще Имена Бога Произносят Это Тоже Такой Вид Еще Два Вида Побед Над Судьбой Есть Сила Вырабатывается Когда Благодарность Человек Читает Молитву Благодарности Это Сила С С помощью Силы Увеличивается Сила В сердце Человека А есть Еще Любовь Чтобы Любовь Увеличивалась Надо Повторять Имена Бога Имена Бога Тоже В каждой Традиции Есть В христианстве Есть Имена Бога Вы Знаете Об этом Или Нет Нифига Ничего Вы Не Знаете Потому Что Это Тайное Знание В христианстве Люди В основном Не Понимают Что Такое Давайте Послушаем Песню Прощение Просим Ну То есть Когда Человек Молитву Совершает Он Постепенно Входит В состояние Определенное Которое Является Победоносным Когда Человек Находится Под влиянием Жестокой Судьбы У него Раскачивается Психика Вот Вы Замечали Допустим Жестокая Судьба Приходит В какое Состояние Вы входите Что С вами Происходит Первое Что Происходит Вы Начинаете Отстаивать Свою Правду Чувствуете Когда Жестокая Судьба Приходит Приходит Несправедливость Жизни Ты начинаешь Отставить Свою Правду И сражаться С теми Кто Неправ Судьба Раскачивает Ситуацию Вторая Стадия Раскачивания Какая Ненависть Первая Стадия Ты За Правду Ну Допустим В семье Допустим Вы ругаетесь Это первая Стадия Рестокой Судьбы Чувствуешь Я прав Она не права Или наоборот Она чувствует Я права Ты не прав Борьба Идет За правду Вот как Что значит Принятие Судьбы В данном Случае Ты говоришь Жене Ты права Я не прав Хотя Ты знаешь Что ты прав Я подхожу Жене Говорю Прости Я виноват Она говорит А ты на лекциях Говоришь Что ты Искусственно Прощешь Прощение Что ты Не виноват А я На самом деле Не чувствую Что я виноват Я говорю А сегодня Я чувствую Что виноват Обманываю Она говорит Честно Я говорю Да Потом Когда она Меня прощает Она начинает Говорить Вот Ты знаешь Я вот так Почувствовал Себя Я начинаю Понимать Что я Не прав Только потом Когда уже Попросил Прощения То есть Жестокая Судьба Она захватывает Сознание Людей Они не видят Чужой Правды И поэтому Надо просто Просить Прощения Заранее Победа Судьбой Так действует Принятие Судьбы Означает Просить Прощения Или Благодарить Понимаете Это выше Человеческое Сознание Это просто В теории Легко Сделать А на самом деле Надо быть Смелым Человеком Надо знать Что это Работает Первая Стадия Раскачивания Сознания Идет Правда Я прав Ты не прав Дальше Что происходит Усугубляется Ситуация Называется Ненависть Человек Не просто Там Говорит Да этот человек Он всю жизнь Не испортил Вообще Искалечил Я его просто Ненавижу Этого человека Ненависть Это следующая Стадия Дальше Последняя Стадия Разрушение Жизни У меня разок Один Мужчина Консультировался Он Ну пришел В отпуск С войны Он воюет И они С женой Взяли консультацию Чтобы ему Выжить Вот как Мне надо себя вести Чтобы он выжил Как он должен Себе Я им Рассказывал Говорю Первое Что вы должны Понять Что Надо определить На какой стадии Ты находишься Первая стадия Как бы Они не правы Мы правы Вторая стадия Ненависть Третья стадия Смерти Ну то есть Когда человек Ненависти Находится Это значит Что его убьют Обязательно На войне Обязательно Это не Неотвратимая Вещь Абсолютно Вот И Человек должен Выйти В состоянии Доброты Он должен Из чувства Долго Сражаться И он начал Объяснять Что человеческих Сил нет На то Чтобы быть Добрым На войне Всех Твоих друзей Убивают Идет Несправедливость Детей Калечат Там Женщин Невинных Там И так далее Идет Несправедливость И ты не сможешь Быть Безучастным Но Человек Доброта Потому что Бог Любовь Дает Если ты Сильно Верен Любишь Сильно Кого-то То это Тоже Сильно Помогает Ну То есть Это То же Самое Состояние Доброты И вот Интересно Когда люди Воевали Еще в Прошлую Войну То У них Много Песен Вот таких Классных Было Которые Показывают Как человек Спасается Допустим Во время Жестокой Судьбы Почему мы Именно Взяли Вот эту Ситуацию Войны Потому что Очень Ярко Проявлена Вот эта Вещь Жестокой Судьбы Люди Убивают Вокруг Та же Пандемия Тоже Самое Состояние Давайте Послушаем Как человек Выбрал Правильное Мышление И как Спасает Его Состояние Я ему Рассказывал Про это Говорю Самая Главная Молитва Надо Молиться И сердце Своё Держать В доброте То Это Не мешает Выполнять Долго Но Помогает Сохранить Жизнь Потому что Когда человек В доброте Сердце Он чувствует Смерть Он может Понять Где опасность Доброта Когда в сердце Я Разговаривал С одним Боксером Который Никогда Не проигрывал До этого Времени Один раз В жизни Всего Проиграл Но До этого Времени Ещё Не проигрывал И я С ним Общался Говорю В чём Твой Секрет Он говорит Я Говорит Настраиваюсь Противнику Очень Подобранно Я Не считаю Врагом Вообще Просто Мы Сражаемся Потому что Каждый Из нас Выполняет Свой долг У нас Такая Природа Сражаться Воевать Мы Отстаиваем Своё Право На победу Но я Никогда Не Опускаюсь На злобу Ненависть Он Меня Бьёт Значит Я Сам Встал На ринг Он Меня Бьёт Значит Так Положен Это Нормально И вот Он Так Настраивается Серьёзно Учится Терпеть Удары Прощает Как Это Всё Такой Человек И он Побеждает Всегда И он С Богом Это делает С Богом Классно? Изучал Я Эту Тему На Таких Людях Женщине Я Говорил Что Ты В ситуации Находишься Есть Мужская Война И женская Война Ты Находишься В ситуации Потому Что Твоя Судьба Рушится И Женщина Всегда Она Именно Так Влияет На Ситуацию Не Сама Действует А Она Благословляющей Силой Обладает Женщина Когда Выходит Замуж Она Знакомится Не Лезет К мужчинам Она Просто Смотрит На Них И Они Сами Идут К ней То есть Женщина Есть Сила Притягивать Судьбу Благословляющая Сила И Женщина Чувствует Она Говорит Какие Ощущения Будут Что Муж Может Погибнуть Я Говорю Есть Два Вида Ощущений Вот Ты Молишься И Первое Ощущение Самое Опасное У Тебя Возникает В сердце Чувство Что Не Надо Молиться Все Будет Хорошо Все Нормально Такое Спокойствие Какое-то Такое Внутри Че Пора Закончить Счастье Мандаринки Раздав Ладно Вам Интересно Вот Спокойствие Внутри Так Все Классно Так Эйфория Значит Смерть Уже Пришла Тебя Успокаивает Что Ты Не Молилась Это Очень Опасная Ситуация Если Ты Все Так Продолжаешь Молиться Тут Начинает Такой Холод Внутри Появляться Такой Леденящий Холод И Сковывание Психическое Тебя Сковывает Все Тело Значит Ты 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 Чувствуешь Не Могу Молиться Все Плохо Как Все Точно Погибнет Противоположное Действие Сначала Точно Не Погибнет Теперь Точно Погибнет И Ты Думаешь О Боге И постепенно Эту Скованность Убираешь И Все Ты Достигаешь Доброты С tercer Всем Если С С С С С